Потеряет ли пудель нюх после стрижки усов? Ослепнет ли терьер после стрижки челки? Грумер, который подстриг вибрисы, это плохой специалист и не профессионал? Всем привет! Вы на канале Азбука Груминга. Меня зовут Дарья Казимова. И мы здесь вместе с вами повышаем культуру ухода и содержания наших питомцев. Нам часто пишут, что усы и челки стричь нельзя, что мы вредим собаке. И мы с командой решили посвятить теме усов и избриванию вибрисов отдельный выпуск. Сегодня мы поговорим о функциях вибрисов и рассмотрим практические примеры влияния на них стрижки. Но прежде чем начнем, большой палец вверх этому сюжету. Для вас секунда, а для нас еще один маленький шажок к нашей большой цели в 100 тысяч подписчиков. Поставили? А если ролик понравится, то в конце вы им еще поделитесь. Договорились? Точно поставили? Поехали! Вибрисы у собак – один из органов чувств, дополняющий информацию об окружающем мире. Они представляют собой более плотный и жесткий волос, своего рода усы, расположенные на морде у собаки. Эти усы растут на губах, на нижней челюсти, ближе к шее, на глазах, на щеках и на подбородке. У собак их можно увидеть и в уголках пастя. В интернете вы найдете большое количество информации о функции и важности вибрисов, особенно о том, что их ни в коем случае нельзя отстригать. Я хочу рассмотреть в качестве примера каждому известную породу пудель. Пуделям выбривают морду на протяжении многих лет и даже десятилетий многих. И кого-то из них полностью стригут под машинку. Ни одна собака не отказалась от еды после стрижки. Своим щенкам я брею морду в первый раз в возрасте 10 дней. И дальше регулярно. И даже такой крохотный щенок с подстриженными усами, умеющий еще только ползать, прекрасно находит мать и ее грудь с молоком. Мои взрослые пудели с бритой мордой без труда отыщут в траве мяч по запаху, может, что-то еще и вкуснее отыщут. И ни одна собака на моей практике и практике моих коллег не потеряла зрение после стрижки защитных вибрисов над глазами, как и челки не врезалась в дерево на прогулке в темное время суток, если, конечно, до стрижки со зрением не было проблем. Поэтому я берусь утверждать, что для домашней собаки стрижка вибрисов не несет никакого вреда. Можно состригать их при бритье морды. Если интересно, можете попробовать побрить морду, их не состригая, такое фигурное выбривание морды. А иногда, например, у йорков мы даже подстригаем очень толстые вибрисы, пока собака мокрая, чтобы они не мешали стрижке. А вот выдергивать вибрисы – это болезненная и совершенно ненужная негуманная процедура. Я считаю, что чем больше мы об этом говорим и обсуждаем, тем меньше недопонимания встречаем у владельцев, у наших, собственно, клиентов на груминге. Так что ваши репосты здорово помогают в нашей совместной работе. А что вы думаете о выстригании вибрисов? Насколько это гуманно? С какими реакциями, может быть, вы сталкивались на практике? Обязательно делитесь в комментариях. У нас в команде теперь есть отдельный человек, который читает все-все ваши комментарии, и мы обязательно учитываем вашу обратную связь в нашей работе. Проверьте подписку на канал, самое время это сделать, чтобы не пропустить выход новых видео. Проверили? Подпишитесь, если вдруг вы еще не подписаны. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»